Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в ритме страсти. Серия 10, сезон 1. Нью-Йорк испытывает команду на прочность. Тяжелый выбор, подготовка к финалу и сложные взаимоотношения. Важно идти до конца. Но они же выиграют, правда? Глава 10. Новое испытание. Мишель долго не решалась выйти из номера, но время поджимало. Наконец она собралась с силами и спустилась в лобби, уже приняв решение. Всем доброе утро. Доброе утро, спящая красавица. Мишель присела рядом с ребятами и заметила на столике тот самый новый договор. Прочитай. Она принялась за чтение, стараясь не упустить ни единого пункта, ни единой строки. Закончив с контрактом, она взглянула на команду, стараясь уловить их настроение. Расскажите мне еще раз о пункте с... сотрудничеством. Ты же прочла. Мне важно услышать это от вас. Смотри, мы выступаем в финале конкурса. Если выигрываем, то получаем обещанный миллион. И ты забираешь полученный гонорар и полностью освобождаешься от нас. Мы не будем тебя обузой. И ты больше не обязана быть нашим хореографом. А если я захочу продолжить работу с вами... То мы составим новый контракт. Опять? Я уже замоталась с этими контрактами. Как и мы. Но в этот раз мы хотим сделать все правильно. Мишель не могла прийти в себя от таких новостей. Вопрос сейчас прозвучит наивно, но... Я могу в этот раз довериться вам? Да, Мишель. Мы обещаем. В этот раз мы не подведем. Они говорят правду. Карлос, который все это время молчал, наконец заговорил. Я просмотрел весь контракт. И он чист. Мишель взглянула на парня и тихо прошептала слова благодарности. Он лишь улыбнулся. Девушка неспешно расписалась на листах контракта. Прошу, сделайте так, чтобы я не пожалела об этом. С этими словами она удалилась в свой номер. Через пару часов, думаю, можно начать тренировку. Надо еще окончательно определиться с танцем. И тут, стук в дверь, отвлек девушку от раздумий. Кто там? Ответом ей было молчание. Странно. Подожду немного. Но больше в дверь никто не стучал. Вместо этого из-под двери выскользнул конверт. Какого? Быстрым шагом она подошла к двери и распахнула ее. Оглядевшись по сторонам, Мишель не увидела ровным счетом никого. Она подняла конверт и повертела его в руках. И от кого же ты? Быстро прочитав письмо, хореограф игриво улыбнулась и подпрыгнула, как ребенок, получивший любимую игрушку. Круто, круто, круто! Организаторы просто молодцы! Так, сейчас быстро переоденусь и побегу к парням. Что же мне надеть? Ага, сойдет. Она шагнула было за порог, но тут... Ну привет, лапуля. Брэндон? Я могу войти? Только ненадолго, у нас полно работы. Я не займу много времени. Чего тебе? Прости меня за вчерашнее. Я не должен был так поступать. Бывает. Это все? Нет, мне важно знать, что ты меня простила. Брэндон. Пожалуйста. Я прощаю тебя. Я уже вас всех простила, ребята. Правда? Да. Спасибо. Это для меня действительно важно. Я понимаю. Вот и знай, что я зла не держу. Так или иначе, сейчас мы все собираемся в холле. Зачем? Узнаешь. Иди давай. Ребята, вы тут. Волл, ты чего такая запыхавшаяся? Все в холл. Срочно. Зачем? Объясню все там. Собравшаяся команда напряженно ожидала оглашения новостей. Ну? В общем, я получила письмо от организаторов конкурса. В нем сказано, что финал будет не таким простым, как кажется. Чтобы у нас было преимущество, мы должны поучаствовать в их квесте. Чего? Квест. Принимая в нем участие, мы узнаем, где будет проходить конкурс и какой танец мы будем исполнять. То есть, они все это решают? Да. И что нам нужно делать? Они нам дают подсказки, которые разбросаны в нескольких местах города. Чем быстрее мы приступим, тем больше времени у нас будет на тренировку. Тогда начнем? Уи-и-и. Радуешься, как карапуз. Это же интересно. Итак, первое задание – узнать, в каком месте будет проходить финал. Нам дали три локации. В одной из них ответ на наш вопрос. Они ж огромные. Как мы найдем ответ? Там нас будет ждать человек. Какие локации? Музей современного искусства, Макдональдс и Центральный парк. Решай, куда отправимся. Давайте в музей современного искусства. Ребята направились в музей. Они обошли место вдоль и поперек, но так и не нашли то, что им было нужно. Пришлось тщательно обдумать следующий шаг. Ну, в Центральный парк. У самого входа в парк их ожидала симпатичная девушка, встретившая танцоров с улыбкой. Доброго дня. Мы очень рады, что вы приняли участие в нашем квесте. Ответ на вопрос вы можете получить в этой локации. И где нам его искать? Держите. Организатор вручила им следующую записку и ушла. Читай. Уже. Итак, у нас есть вход в музей, скамья у пруда и готический мост. Куда пойдем? Идем на мост. Подойдя к мосту, парни стали рассматривать его вдоль и поперек. Мишель решила начать свои поиски под мостом. Так, так, так. Посмотрю. Под камнем. Ее внимание привлек один из камней. Все они были серые, небольших размеров. Вот только один черный в крапинку был гораздо больше остальных. Кажется, оно. Подняв камень, девушка радостно завизжала. Я нашла записку, ребят. И что там? Мы будем выступать на самом большом стадионе Нью-Йорка. Биг Лайф. Да ну. Да. Этот стадион рассчитан почти на сто тысяч человек. А еще там будут камеры, телевидение. В записке также указано, что следующее наше задание – выбрать одну из предоставленных локаций, в которой мы узнаем, какой у нас будет стиль танца. То есть от места, куда мы пойдем, будет зависеть наш стиль? Какой бред! Только не начинай ныть. Неожиданно Джастин притянул девушку к себе, уткнувшись носом ей в затылок. Ты чего? Можем поговорить. Ну, давай поговорим. Ребята не стали им мешать и отошли подальше для обсуждения о следующей локации. Что такое? У тебя все в порядке? После вчерашней ночи ты какая-то перевозбужденная. Тебе кажется? Мишель, мне не кажется. Я чувствую, что ты еще переживаешь. Поделишься этим со мной? Ну, я еще не совсем отошла от всех событий последних суток. Но со временем все устаканится. Я помогу тебе с этим справиться. Обещаю. Джастин. И это не обсуждается. Парень прижал девушку к себе и нежно поцеловал в макушку. Твое душевное состояние, твое физическое состояние, твое будущее – это теперь моя прерогатива. Она не ожидала от Джастина таких слов. Уверен, что готов взять на себя такую ответственность. Давно уверен. Мишель улыбнулась и уткнулась носом в его шею. Думаю, нам пора. Пошли. А то подумают, что мы тут чем-то не тем занимаемся. Джастин. Хе. Так, что будем делать? Ну смотри, здесь есть две локации. Первая локация – это 5-я авеню, вход в башню. Улица на Манхэттене? Да. Я, кажется, знаю, о какой башне идет речь. А вторая? Азиатский ресторан Ко Мо Реби. И как это связано с нашим стилем? Я, конечно, не уверен, но... Что? Пятое авеню – это улица. Следовательно, стиль может оказаться стрит-дэнсом. Возможно. А что насчет азиатского ресторана? Кристиан неуверенно пожал плечами. Ну что ж, мы можем рискнуть и пойти в ресторан. А можем пойти на эту улицу, так как предположение Кристиана, скорее всего, окажется верным. Что делать? Идем в ресторан. Рискнем? Почему бы и нет? Мишель неуверенно открыла дверь ресторана и вошла внутрь с командой. Их с широкой улыбкой встретила хостес. Канечиво. Добро пожаловать в ресторан Кумореби. У вас забронирован столик? Эммм... Нет, извините. Мы участвуем в квесте. Организаторы дали нам место, где мы можем выяснить, какой стиль танца нам выбрать для выступления. А-а-а, так бы сразу и сказали. Меня заранее предупредили. Девушка отошла на пару минут и вернулась с бумажкой в руке. Благодарю. Ребята вышли из заведения и с нетерпением заглянули в записку. Какого? Кей-поп. Выбранный стиль повлияет на историю в будущем. Что за хрень? В интернете сказано, что танец в стиле кей-поп представляет собой смесь джаз-фанка, модерна, хип-хопа и даже стрипа. Но отличие в том, что мы должны вжиться в роль корейских исполнителей и прочувствовать их музыку. Что ж, мы справимся. Ясно? Это что-то новенькое, так что мы выложимся на полную. Идемте в парк, отдохнем. После чего займемся финальным заданием от организаторов. Что там осталось? Вот, читаю. Поздравляем, вы прошли основные задания. Чтобы завершить квест, вам необходимо пройти в холл отеля к администратору и отдать ему последнюю записку этого дня. Ждем вас с нетерпением на грандиозном финале конкурса. Дело за малым. Пора в отель. Погнали уже. Добрый день, девушка. Здравствуйте. Чем могу помочь? Мишель протянула записку администратору, после чего та улыбнулась и вышла. Вернувшись с огромной коробкой, она протянула ее хореографу. Взять. Спасибо большое. Всего хорошего. Распаковываем. Не терпится узнать, что там. Мишель принялась распечатывать коробку. Когда ее содержимое было извлечено на белый свет, они ахнули от восторга. Вот это... да! Какие классные! Костюм для кей-попа. Оказывается, и над костюмом не надо заморачиваться. Все продумали, заразы. Мы все прошли. Это было немного странно, но в целом интересно. Но за костюмы им отдельный респект. Идем в клуб, отдохнем немного. Вы идите, а я, может быть, потом присоединюсь. Как я устала. Мишель взглянула в зеркало и слегка отшатнулась. Воу! Нет, это не выход. Надо поправить. Мишель за неделю поставила с парнями идеально слаженный танец. Их тренировки были изнурительно долгими, но благодаря этому они смогли выполнить поставленную задачу. Им оставалось только одно – выступить в финале и выиграть заветный приз. Мишель приехала на место немного позже остальных ребят. Я успела. Не переживай, ты как раз вовремя. Слава богу. Я так волнуюсь. Эй, все будет хорошо. Помните наши тренировки? По-моему, они были отличными. Именно. Поэтому? Стоп. Она пересчитала парней и поняла, что кого-то не хватает. Брэндон! Но, как всегда. И в какую пробку он на этот раз попал? Все-таки я надеюсь, что он успеет к выступлению. Обязан успеть. Ребят, ждите новую серию. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!